Добрый день дорогие друзья вас приветствует Евгений Гордеев из славного города героя Смоленска сегодня друзья я хочу поговорить о доброте и человечности друзья как говорят нет Ни одной не было ни одной советской семьи нет ни одной российской семьи где бы кто-то не пострадал не погиб не остался инвалидом не пропал без вести в годы великой отечественной войны В годы то есть страшной войны когда спустя четыре года после нападения гитлеровской германии на советский союз наши солдаты наши офицеры наши генералы На штыках принесли победу взяв Берлин взяв Крихстаг и за месяц разгромив Квантунскую японскую армию Когда говорят рассказывают 300 тысяч самураев стоя на коленях ну или сидя в определенной позе будем так говорить Перед дворцом Микадо на площади сделали себе харакири Но я сейчас не о великой отечественной войне я сейчас о мирном времени И точно так же я могу сейчас исходя из собственного опыта Исходя из публикаций в средствах массовой информации Исходя из знаний того что происходит у нас в стране Нет ни одной российской семьи где бы не было какой-то беды Где-то кто-то тяжело болен страдает от онкологических или иных страшных заболеваний Сейчас еще коронавирус Где-то кто-то скончался в молодом возрасте Где-то кто-то стал жертвой преступников Где-то невинного посадили в застенки И так далее и тому подобное Это печальная статистика А за каждой единицей этой статистики Реальная человеческая судьба Я вот сейчас хочу Немножко рассказать О судьбе Смоленского Молодого смоленского Диджея Инвалида-колясочника Первой группы Стаса Бородина Стас Бородин Отслужил в армии Потом поступил в институт А потом вдруг А я думаю не вдруг А что-то в армии мог подцепить Тяжело заболел Тяжело заболел Учился по-моему в МГУ Тяжело заболел От него ушла Молодая жена Бросив его в тяжелейшем состоянии Он вынужден был Вернуться Приехать в Смоленск Здесь напряг с жильем Во-первых Этаж Не первый Съехать на коляске Нельзя Во-вторых Мать С его Не помню Братом С сестрой кажется Живет Или с братом Там И плюс еще Племянница В той квартире Стас вынужден На свою Далеко не великую 17-ти тысячную пенсию Снимать жилье Чтобы не мешать Родителям А чтобы заработать Себе на хлеб Каждый день Поверьте мне Каждый день Я его встречаю Здесь На перекрестке Улиц Смоленских улиц Нахимова Багратиона Возле магазина В некоторых других местах И в снег И в дождь И в жару И в лютую стужу Он на своей коляске С этим своим Боксом Как он там называется Не знаю Усилителем Крутит Музыку Продает Свои диски Задешево Лишь бы на кусок хлеба Заработать И не унывает И не унывает О нем Есть Снимали Фильмы Ну что фильмы Фильм прошел и ушел А сейчас У него такое положение Что он И не остановил И говорит Евгений Владимирович Можете вы записать Еще один диск Я о нем уже писал Как его ограбили Тут в сквере Возле самолета Здесь же На пятачке Вот где он бывает Подонки Вырубили его Когда он был без сознания Украли вот эту Дорогостоящую Штуку На которую Он Заработал Честным трудом В Германии Куда его друзья Пригласили на две недели Вести Молодежные Тусовки И телефон Этот вот Бокс Вернули Задержали А второй С телефоном А телефон Он успел продать А второй Подонок Скрылся Не знаю До сих пор Наверное Не нашли Так вот Без телефона Оставили Сейчас у него Простенький Какой-то Может быть Кнопочный И вот эту Штуку Которую Он себе На жизнь Зарабатывал Я через следователя Помог Быстренько Ему Вернуть Сразу же После Товароведческой Экспертизы Когда ее оценили Во сколько Там оценили Тысяч Не знаю Вот таким Образом Но ему Сейчас Крайне Важно Вот я Внизу Там Покажу Вам Его Телефон Стаса Ну номер Телефона Мобильного И Его Адрес Его Ютуб Канала Ютуб Канала У него Там Всего Я посмотрел 46 Подписчиков Смех И грех Смоляне Стыдоба Вам Стыдоба Вам Вы так сказать Даже этим Не можете Просто свои Нажатием Кнопочки Поддержать Нашего Земляка Дорогого Страдающего От безденежья И порой От голодухи Простой Элементарной Голодухи Не можете Нажать Кнопку И подписаться На канал А ему Это Крайне Необходимо Сейчас Потому что Я честно Не специалист Но вот Сам Стас Мне сказал Ему надо Набрать Не меньше Тысячи Подписчиков Для того Чтобы Ютуб Канал Разрешил Ему Эти Страйки Эти Прямые Линии Вести То есть Прямые Эфиры И он Тогда Сможет Со своей Музыкой Со своими Какими-то Выступлениями На своем Канале Зарабатывать Эти Донаты Это Кажется То Что Вот Ну Зрители Ему Могут Какие-то Денежки Присылать Он Может Наверное Монетизироваться И так Далее Ну то есть Мы можем Помочь Парню Реально И деньгами Небольшими Пускай Поддержать Каким-то Образом Вот И И И И Деньгами Поддержать И Сделать Так Чтобы Может быть За ту рекламу Которая будет На его канале И Ютюб Так сказать Ему Отчислял Что-то Так что Друзья мои Огромнейшая Просьба К вам К вам Сделать Это Вот Все мои Подписчики Кто меня Смотрит Я вас Прошу Если вам Трудно Сразу На моем Канале Сидеть И На канал Стаса Лучше От меня Отпишитесь Я Пенсионер Получаю Пенсию И Могу В принципе Позволить Себе Не иметь Армию Целую Подписчиков Будут Заходить Люди И слава Богу И подпишитесь Вы Мои Подписчики На Канал Стаса Бородина Моего земляка Из Сморянска Поддержите Его Поддержите Пошлите Ему Кто 50 Рублей Кто 10 Кто 5 Кто Что смотрит А кто-то Вот В прошлый раз По моему Ролику Которую Я о нем Делал По моему 5 тысяч Прислал Так сказать Инкогнито И Я думаю Что этому Человеку Бог Поможет В жизни Или здоровье Так сказать Прибавит Или Благополучие Ему И Его Родным И близким Это Однозначно Добро Не проходит Бесследно Как и Зло Как и Зло Зло Не проходит Бесследно И придется За него Приходится Отвечать Или Самим Его Свершившим Или Его Потомкам Это Установлено Исторически Это Проверено Временем Веками Проверено Так и Добро Никогда Не исчезает Бесследно Это Как То Что Энергия Не приходит Ниоткуда И не исчезает Бесследно Она существует Так и Это Так и Это Есть еще Вряд Принцип Извиняюсь Бумеранга Глаз больной Оперированный Ну Вы Наверное Видите Это Немножко А то Некоторые Меня спрашивают А чего Это вы Там Не туда Куда Смотрите Ну Во-первых Это Никого Не касается Куда Я смотрю А Во-вторых Докладываю Что Вот так Вот Даже Никогда Не ожидал Когда В детстве Под одеялом С фонариком Читали Все читали Наверное Книжки Мама Там Заглянет Все нормально Мальчик спит Не думали Что Когда-то Со зрением Что-то Случится Ну Стас Баранин Тоже Наверное До армии И служа В армии И поступив В МГУ И женившись Не думал Что Так Вот Его Судьба Ударит Ударит Этой страшной Болезнью Я не помню Да и не хочу Говорить Всего Слышней Как Она Называется Но Эта Болезнь Тяжкая Страшная Которая Может Привести В конце Концов К самым Негативным Явлениям Да она Уже Привела Что такое Инвалид Первой группы Мы знаем И эти Несчастных 17 тысяч Которые Платит Государство Таким Людям Ну Разве Они Могут Так сказать Не говоря Уже Никакой Достойной Жизни Хотя бы На плаву Могут Держать Людей Да вы что Смеетесь Речь идет Видите Он Снимает Жилье Ну а даже Если бы не снимал Это и услуги ЖКХ Это и питание Это и лекарства Это одеваться Это и коляску Это ремонтировать И так далее И тому подобное Ну просто страшно Мне Просто страшно Поэтому я От всего Своего сердца От всего сердца Прошу еще раз Возьмите По указанному Мной адресу Залезьте На канал Стаса Бородина Нажмите Кнопку Я вот Не буду Даже с экрана Убирать И буду смотреть Как у него Должно После вот этого Моего ролика Расти Количество Подписчиков Если этого Не случится Я вам говорю Я вам говорю Ответственно Я просто Уйду С Ютьюба Брошу все это Потому что Это тогда будет Просто Сотрясение Воздуха Сотрясение Воздуха Вы И вы Окажетесь Подписчиками Вот 11,4 Десят 11400 человек Это вы Мои подписчики Нажмите Кнопочки На канале Стаса Бородина Чтобы у него Было Столько Подписчиков Вот тогда Я буду считать Что я Не зря Здесь Целыми днями Кувыркаюсь Около Своего Компа Около Ноутбука Не зря Делаю Ролики Не зря Пишу Стихи Свои Не зря Пою Свои Песни Не зря Я Выступаю На канале За Раскрытие Дела Влада Бахова За Привлечение К уголовной Ответственности Всех Виновных В трагедии Влада Бахова Тогда Тогда Я буду знать Что Проживаю Этот кусок Жизни Вместе С вами Не зря Если этого Не будет Останется Этих Несчастных 46 подписчиков Нет Почему Несчастные Наоборот Это счастливые Люди Которые Пришли И подписались Останется Такое Мизерное Количество Подписчиков Я вам Клянусь Я уйду Из Ютуба Из этих Тем Навсегда Мой канал Был создан Для Творчества Для моих Песен Для моих Стихов А не для Того Чтобы Так сказать Каким-то Образом Пиариться В деле Влада Бахова Что-то Зарабатывать Нет Друзья Мои Вы Прекрасно Видите Что Он создан Задолго До появления Дела Бахова Лет Года Четыре Может Назад Не помню Пять Может быть Вот Поэтому Поэтому Я жду От вас Ни чудо Ни тяжкой Какой-то Работы Ни напряжения Там Ума Или Мышц А жду От вас Просто Человеческого Участия Станислав Бородин Запомните Это имя Жду От вас Того Что вы Поучаствуете В судьбе Смоленского Парня Попавшего В беду И Сделайте Его Счастливым Помогая Ему Выйти В прямой Эфир Спасибо Друзья С вами был Евгений Гордеев Из славного Города Героя Смоленска Всего Нам Всем Доброго Пока